Плесневые грибы и дрожжи. Грибы образуют отдельное царство живых организмов. Когда о них заходит речь, люди обычно представляют себе шляпочные грибы, те, что собирают в корзинку. Однако на свете есть великое множество совершенно других грибов, о существовании которых многие и не подозревают. Сегодня мы с вами познакомимся с плесневыми грибами и дрожжами. В 1680 году голландский натуралист Антони Ван Левенгук впервые увидел дрожжи в оптический микроскоп, но не распознал в них из-за отсутствия движения живых организмов. И лишь в 1857 году французский микробиолог Луи Пастер доказал, что спиртовое брожение не просто химическая реакция, как считалось ранее, а биологический процесс, производимый дрожжами. Почему плесень и дрожжи – это микроскопические грибы? Многие из этих грибов живут рядом с нами, в наших домах и квартирах. Мукоровые грибы широко распространены в природе. Это одни из самых обычных микроскопических грибов, растущих в почве, на прошлогодних листьях и траве, на навозе, пищевых отбросах. Гриб мукор наиболее часто можно обнаружить на старом хлебе, особенно если он некоторое время находился во влажном теплом месте, например, в полиэтиленовом пакете. Если проследить за развитием этого гриба, можно заметить, что на хлебе сначала появляется пушистый белый налет. Это гриб мукор. Если мы и дальше будем наблюдать за грибом, то мы заметим, что через некоторое время цвет гриба изменится, он потемнеет. Это начали появляться и созревать споры. Грибница гриба мукор состоит фактически из одной сильно разросшейся и разветвленной ветки с большим количеством ядер в цитоплазме. Нити мицелия тонкие, бесцветные, поэтому и молодая плесень имеет вид белого пушка. Дрожжи – сборная группа одноклеточных грибов из различных классов, широко распространены в природе, размножаются преимущественно почкованием, многие вызывают спиртовое брожение, богаты белком, витаминами группы В. Используются в виноделии, пивоварении, хлебопечении, сельском хозяйстве, дрожжи кормовые и другое. Пивные дрожжи – в медицине при гиповитаминозе В1, нарушениях обмена веществ, фурункулезе и другом. Объект генетических исследований. Дрожжи размножаются в результате почкования. Сначала на материнской клетке появляется бугорок, который постоянно увеличивается в размерах. Затем делится ядро материнской клетки. Часть ядра остается в материнской клетке, а часть отправляется в отпочковавшуюся дочернюю клетку. Новая молодая клетка может совсем отделиться от материнской или остаться рядом с ней. Постепенно молодые клетки растут и образуют новые, дочерние клетки. В результате может возникнуть достаточно длинная разветвленная цепочка, состоящая из отдельных клеток дрожжей. В 1928 году Александр Флеминг проводил рядовой эксперимент в ходе многолетнего исследования, посвященного изучению борьбы человеческого организма с бактериальными инфекциями. Вырастив в колонии культуры стафилококкус, он обнаружил, что некоторые из чашек для культивирования заражены обыкновенной плесенью пенициллиум, веществом, из-за которого хлеб при долгом лежании становится зеленым. Вокруг каждого пятна плесени Флеминг заметил область, в которой бактерий не было. Из этого он сделал вывод, что плесень вырабатывает вещество, убивающее бактерии. Впоследствии он выделил молекулу, ныне известную как пенициллин. Это и был первый современный антибиотик. В 1940-1941 годах английский бактериолог Говард Уолтер Флори, а также биохимики Эрнст Чейн и Норман Хитлер работали над выделением и промышленным производством пенициллина сначала в Англии, затем в США. Они впервые использовали его для лечения бактериальных инфекций в 1941 году. В 1945 году Флемингу, Флори и Чейну была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине за открытие пенициллина и его целебного воздействия при различных инфекционных болезнях. В СССР первые образцы пенициллина получили в 1942 году микробиологи Зинаида Виссарионовна Ермольева и Тамара Иосифовна Болезина. Зинаида Виссарионовна Ермольева активно участвовала в организации промышленного производства пенициллина. Созданный ею препарат пенициллин-крустозин ВМ, превосходивший недоступный зарубежный аналог, был получен из штаммов грибков пенициллиум-крустозум. Он спас жизни многих бойцов советской армии. А чем же отличаются дрожжи и мукор от других уже известных нам грибов? Первое. Плесневые грибы и дрожжи не имеют плодового тела. Мукор имеет грибницу. Дрожжи состоят из множества клеток. Второе. Плесень и дрожжи имеют малые размеры. Их строение можно рассмотреть в микроскоп. Третье. Размножается плесень не только спорами, но и обрывками грибницы. Дрожжи почкованием. Четвертое. Дрожжи и отдельные виды плесени по способу питания – сапрофиты. Пятое. Для развития им нужно тепло, влага и питательная среда. Она появилась на земле 200 миллионов лет назад. Она убивает и спасает от смерти. Ее называют хлебом дьявола и плевком бога. Она сказочно красива, но вызывает отвращение. Это все говорят про плесень.